Немножко о грустном, ведь ты тоже не писала после того, как не стала твоего спруга и отца твоих детей, Олега, что случилось, во-первых, и как ты вернулась? То есть, потому что была потребность, ну как ты видишь, из этого канала что-то шло, или просто мать, оставшаяся с тремя детьми, сказала себе, что надо деньги зарабатывать? Вот, во-первых, что случилось с Олегом, для тех, кто не знает, вот как бы эту не самую веселую историю твоей жизни, и о возвращении в творчество? Ты знаешь, когда его не стало, я была в процессе... Его не стало, что значит, что случилось? Сердце. То есть, 42 года это очень сложный возраст, и кто-то проскакивает, кто-то застревает, а кто-то нет. Он пил? Нет. То есть, просто... А проблемы были до этого с сердцем? История мутная, потому что врачи, российские, немецкие, израильские, в один голос говорили, Олег, у тебя относительно все в порядке. Ну, то есть, все твои страхи, это все здесь. А он прям что-то чувствовал. А страхи были. Да, страхи были. Были панические атаки, и кто знает, что это такое, эта вещь очень непростая. А примерно года два он жил в состоянии вот этих атак, причем были периоды жесткие, когда буквально каждую неделю его трясло. Были периоды ремеси, когда его отпускало. И, конечно, сложно сказать, сложно сказать, он чувствовал, он боялся. Но мы все больше доверяли диагнозам врачей. Ну, понятно, специалистам. И никто предположить не мог, что это может произойти с красивым, молодым, здоровым парнем. Произошло фактически мгновенно, за полчаса у меня на руках. Ну, сейчас об этом сложно говорить, а что меня спасло? Ты понимаешь, есть трое маленьких детей. У тебя близняшки, старшие и близняшки. Двойняшки, девочки и старший сын. И они маленькие. Сколько им было, когда это произошло? Девочкам год, старшему четыре. И ты понимаешь, им нужна мама, которая улыбается, которая счастлива, вопреки всему. И которая в состоянии их покормить. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают, а что тебе, Юта, помогло? Я говорю, выражайте детей. Только это и помогло. И, конечно, когда Олега не стало, я была в процессе создания музыки к завершающему блоку в сериалах «Солдаты». И ровно посередине вот этого творческого процесса его не стало. И вариантов, что мне делать дальше, их просто не было. Встала, идешь работать, все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».